Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мой доклад будет посвящен, с одной стороны, очень небольшому частному случаю аутсайдерского творчества. С другой стороны, мне кажется, что речь о религиозном контексте, таком религиозном измерении, синтетической религиозности в творчестве аутсайдеров может идти достаточно объемно. И как раз, когда мы говорим о искусстве аутсайдеров, здесь я, наверное, должна маленькую ремарку сделать, так как это одна из моих основных специализаций, но не самый очевидный феномен. Аутсайдерское творчество – это искусство людей, которое находится за пределами принятых конвенций искусства, за пределами существующих художественных школ, институционального признания. И они функционируют часто как своеобразные такие автодидакты, которые создают свои собственные авторские антологии, которые ими ткутся, генерируются. Иногда из текстов массовой культуры – это очень большая часть, большой такой компонент аутсайдерских антологий. Иногда с опорой на разные аспекты научного знания. Это может быть знание историческое или знание о астрономии, физике и так далее. Достаточно часто аутсайдерские антологии базируются на религиозных нарративах, религиозных контекстах. И совершенно это такое как бы нежесткое деление, конечно же, потому что в творчестве аутсайдеров можно обнаружить, как переплетаются какие-то квазинаучные теории и, например, религиозное знание, насколько они его понимают, ассимилируют, трансформируют и так далее. Как раз изучая искусство визионеров и аутсайдеров, которые творили на протяжении второй половины XIX века, XX века, начала XXI века, я наблюдаю, исследователи аутсайдерского творчества наблюдают как раз такое выстраивание огромных систем, которые часто включают в себя не только изображения как таковые, а, собственно, в силу своей основной специализации я именно искусствовед, историк искусства, не только изображения, не только рисунки или холсты, но и тексты, которые часто пишутся на протяжении не просто лет, а десятилетий, как, например, в случае с художником-аутсайдером Генри Дарджером, это одна из самых известных таких аутсайдерских антологий, и, например, в контекст аутсайдерских антологий могут включаться разного рода другие творческие продукты, как, например, кино и видео, музыкальное произведение, перформативные разные жесты и так далее. И, конечно, говоря о обращении художников-аутсайдеров, творцов-аутсайдеров к религиозному контексту, всякий раз анализируя случаи, будь то художников-аутсайдеров, работавших в период рубежа XIX-XX века в Западной Европе или создающих свои антологии в середине XX века, например, в Америке, мы обращаем внимание, что они являются такими самостийными творцами не только в контексте искусства, не только в своих визуальных практиках, но также свои религиозные системы и представления, они конструируют как бы поверх границ, поверх барьеров, будь то границы, например, традиционные, такие конфессиональные или какие-то представления определенных религиозных течений. И точно так же в контексте творчества аутсайдеров часто религиозные нарративы переплетаются с какими-то концептами научного знания, феноменами массовой культуры или культуры элитарной. И вот в своем, маленькая преамбула, в своем, собственно, исследовании я бы хотела обратиться к случаю художника-аутсайдера Валерия Щекалова, который на протяжении большой части своей жизни был связан с Уралом, с Пермским краем. И его история очень, с одной стороны, типична для творца-аутсайдера, потому что его жизнь начинается, его жизненный путь начинается в 1941 году, и на протяжении своей жизни он, проживая свою индивидуальную историю, переживает несколько таких драматических, переломных моментов, и также переживает переломные моменты вместе с большой страной. Так вот, его жизненная история включает в себя очень характерные аутсайдерские маркеры. Это, например, и потерю родителей в раннем возрасте, которые были из числа 25-тысячников и были направлены поднимать советскую деревню, и жизнь в детском доме, молодость и зрелость его были связаны с опытом тюремного заключения, алкогольной зависимости, история всей жизни, как и у достаточно многих аутсайдеров, с такой бесприютностью, отсутствием своего дома и семьи. И вот причем эти обстоятельства им вспоминаются без какого-то трагического переживания, и это, наверное, тоже одна из характерных особенностей такой аутсайдерской саморефлексии. И, будучи людьми, пережившими многие драмы, часто аутсайдеры не сконцентрированы на них, потому что их реальность жизни существует в пределах сочиняемого ими, конструируемого ими мира, иной реальности. И как раз в период 80-х годов время, которое… Да, здесь маленькую ремарку нужно, наверное, сделать относительно его опыта взрослой жизни, потому что в какой-то момент, в такую эпоху романтических 60-х годов, он успел поработать в геологической партии топографом, вербовался и успел побывать в разных регионах Советского Союза, в Иркутске, в Бурятии, в Кербской области и так далее. Ну и, собственно, вот упоминаемый мной опыт тюремного заключения стал для него одним из переломных моментов, когда он начинает размышлять о поисках истины, обращается к рисованию и размышлению о религии. Здесь я процитирую фрагмент из интервью, которое я брала в свое время. Что там было делать в тюрьме? Начал пейзажики рисовать в тетрадочке, ребятам нравилось. А потом мир у меня стал развиваться, я начал его переосмыслять. Потом вышел на поселение, три раза выпил, такая усталость навалилась на меня. Рука словно сама рисовала, я даже не понимала, почему. А просто, видать, жизнь так прожил, поэтому пришел к этому сам собой. Начал интересоваться житиями святых и понял, что основное назначение святого – проникать вглубь, а наружу не выходить вовсе, потому что внутри истинный мир, а снаружи крокодилье царства. Вот эти рисуночки 70-х годов – это достаточно обычные такие натурные рисунки, хотя не лишенные дарования. И здесь он себя проявляет однозначно как не просто автодидакт, но и одаренный человек. И в период 80-х годов в его визуальных нарративах мы наблюдаем такой разворот от просто изучения реальности предметного рисования к некоторым синтетическим образом, в которых на самом деле очень много от визуальности, иллюстрации научно-фантастической литературы советской 70-х, начала 80-х годов, и одновременно эпоха 80-х годов в его творчестве как бы пронизана влиянием со стороны религии New Age, которая как раз в том числе, например, в Перми, где он живет в это время, в период второй конца 80-х годов, 90-х годов, являются очень популярными и имеют относительно какое-то число адептов. И, собственно, в это время посещаем такие собрания интересующихся учением Елены Блаватской, Библиотеку Духовного Возрождения и другие подобные места, он погружается в контекст, например, учения Блаватской, это то, что на него однозначно влияет, хотя напрямую он в своих текстах это часто не описывает. И также мы можем это уловить в некоторых визуальных нарративах, которые появляются в его произведениях. Ну, например, вот эти работы начала первой половины 90-х годов, само название Гуаши, Эра, Огня, отсылает к тексту Агни-йоги, учению Рерихов и так далее. И здесь он создает такую центрально-симметричную композицию с применением техники монотипии, где красно-желтые волны прорываются через черноту космоса и по центральной оси планет, по центральной оси выстроен парад планет. И также, кстати, очень любопытно, что свои акварели и гуашь, он неизменно снабжает текстами поясняющего характера, где вот в форме такого белого стиха пишет о своих размышлениях. Эпоха, вообще период рубежа 80-х, 90-х годов – это время, когда многие художники наивные и аутсайдеры обращаются, российские, советские, обращаются к религиозному контексту, и это становится такой точкой конструирования некоторых индивидуальных нарративов и попыток отыскать позицию такой самой идентификации. Ну, собственно, в это время, к концу 90-х годов, он в большей степени интересуется уже более традиционным христианством для Пермского края. И здесь мы можем увидеть круг христианских символов и мотивов, которые, тем не менее, имеют такой очень нетривиальный, неортодоксальный характер. То есть это очень часто вот такие фигуры с нимбами и некоторые в мистическом, почти космическом пейзаже, представляемые нам. Хотя чуть позже мы увидим, как он атрибутирует этих персонажей, например, как святую Анну, мать Пресвятой Богородицы, вот как в данном образе. И при этом мы можем увидеть такое синтезирование в его некоторой индивидуальной религиозной системе разных образов, сюжетов, тем и идей. То есть, например, появление вот такого мотива некоторой матери, матери бога, матери природы. Это все соединяется в некотором едином образе по мыслям художника. Ну и также можно заметить влияние, конечно же, и профессионального искусства, того искусства, которое как раз было популярно в годы становления художника, творческого становления художника в период конца 80-х, начала 90-х годов. Это и искусство Рериха, и, например, творчество Ильи Глазунова, который был необычайно популяризирован в контексте массовых нарративов. И здесь мы видим эти влияния и на уровне композиционного построения, логики композиционного построения, и на уровне синтезирования образов, и на уровне тех чисто технических приемов, которые он использует. Хотя важно подчеркнуть, что вот аутсайдеров, которые создают большие собственные творческие и интеллектуальные нарративы, отличает выработка своего суверенного языка. То есть они не просто компиляторы некоторых элементов культуры, а вполне претендуют на свою такую исключительность с точки зрения генерирования вот этих вот рассказов. Ну и также можно посмотреть на такое использование разного рода христианских иконографий, которые, тем не менее, он как-то переиначивает, переинтерпретирует. Например, явно мы можем здесь опознать влияние иконографии крещения Господня, которое здесь получает название. Это авторское название «Вечер храм Николы», например, или вот такие мотивы, отсылающие нас в своем визуальном построении, некоторой иконографии типажа к образам Христа. Но можно как раз здесь видеть такое соединение и с другими религиозными нарративами. Время тяжести, время жизни. И, кстати, сам характер этих работ Щекалова отличается очень специфическими для аутсайдеров подходами. То есть такая бесконечная серийность в повторении одного и того же сюжета и одного и того же мотива, когда, например, вот этот образ, условно говоря, Бога, здесь, наверное, даже не совсем корректно будет говорить, что это лик Христа, образ Бога повторяется буквально не даже в десятках, а в сотнях подобных гуашек. И также можно увидеть, что некоторые из такого рода изображения комплементарно у него дополняются мотивами иногда христианских храмов, иногда какие-то изображения пространства, пейзажа. И, кстати, вот тексты, которые вы видите слева на некоторых из слайдах, это тексты, которые пишутся им на обороте. И здесь тоже можно увидеть влияние, например, и неоориенталистских религий. Кстати, в период 2000-х годов Щекалов очень активно посещает собрания, например, собрание, связанное с... Сейчас, прошу прощения, у меня какой-то легкий провал в памяти случился. Такое иногда бывает. Сати Исаи Бабы, общество Сати Исаи Бабы в Пермском крае. И это тоже то, что оказывает на него очень серьезное влияние. Например, он об этом, если не изображает эти мотивы непосредственно в своих гуашах, то приводит фотографии, использует фотографии в своих дневниках, вклеивает фотографии своих духовных учителей и некоторые прототипы для конструирования своих визуальных произведений нам приводит. Ну, кстати, вот, наверное, важно подчеркнуть еще, что в его авторской антологии очень большую роль играет текст и играет создание... Вот сейчас в самом начале мы видели кусочек из его такого своеобразного дневника и те участники, которые у нас оффлайн присутствуют, сейчас могут посмотреть один из таких дневников. Дневник, который, с одной стороны, как бы имеет... Каждый из текстов имеет свою датировку, но в каждом из этих текстов нет никакого нарратива, описывающего день сегодняшний. Это некоторая такая самомолитва, как я это определяю, обращенная к себе, обращенная вовне. Он, кстати, тоже достаточно активно... Личные практики такого индивидуального, что ли, индивидуальной проповеди очень часто использовал, находясь в разных публичных местах, раздавая свои вот эти вот написанные тексты или рисунки и убеждая, как бы обратиться к размышлениям о себе, размышлениям о мире, познать свое назначение и далее, и далее. И также такого типа тексты, как я упомянула, они писались отдельно в виде формы дневника, такого бессобытийного. Дневники часто сопровождались визуальными какими-то образами, фотографиями, селфи, которые делались на пленочный фотоаппарат или фотографиями, пересъемками такими книг и далее, и далее. Ну и, наверное, финализируя уже свое выступление, хочу показать несколько более, что ли, поздних его живописных работ. Кстати, из вот такого синтетизма практически в одно десятилетие, в одно время, год за годом он был связан, на наш взгляд, казалось бы, совершенно разными религиозными системами, живя и послушникам в православном монастыре, и, например, посещая религиозное собрание неоориенталистских религий или собрание, связанное с New Age течениями. Здесь, наверное, я остановлюсь, чтобы была возможность диалога. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, нас тут слышно-слышно. Так, кто раньше был, я не знаю, но давайте, Виктория, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо за лекцию. Очень необычный действительно человек, я не могу сказать художник, но, наверное, визионер или что-то в этом духе. Наряду с термином outsider вы употребляете наивный художник. У вас это синонимы или это случайность проскользнула? Наивный, аутсайдер, ну, как-то они сопоставлены или это случайность? Спасибо. Спасибо большое за уточняющий вопрос. И на самом деле достаточно часто понятие наивное искусство, аутсайдерское искусство или, например, новый вымысел и так далее используют в такой связке. Это, конечно, не синонимы, но это феномены, часто связанные с отсутствием такого профессионального образования или ориентации именно на искусство как профессиональную основную деятельность. И, конечно, я не отождествляю эти понятия наив и аутсайдер. Аутсайдерство все же подразумевает такую или сознательную стратегию исключение отрыва от социального функционирования или вынужденное аутсайдерство. Наивные художники все же почти всегда или часто имеют достаточно выраженные социальные связи, но являются такими самоучками, автодидактами в силу своих жизненных историй или некоторой позиции. Спасибо. Спасибо. Здесь еще был один вопрос. Ксения Игнатова, пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо вам за доклад, что открыли такого художника. Это очень интересно для меня, как для человека, изучающего искусство визионеров. У меня будет к вам несколько вопросов. Первый. Сам художник предстоит из себя какому-либо движению или это уже как бы искусствоические наработки, да, поиск вот этого направления, каких-то обобщений. Вот. Второй вопрос. Вы упомянули также о важности семейстерического начала, то есть художники-аутсайдеры, получается, не ограничивают себя каким-то одним направлением искусства. И в данном случае это объединение вербального начала и визуального. Какие вы можете еще привести примеры? Может быть, это также и музыкальный есть у каких-то других художников. Да, просто интересно. И третий вопрос. Как происходил процесс творчества? То есть вы говорите, что сохранилось много дневников и вспоминаний. Может быть, сам художник описывал, как происходил процесс создания работы. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. И когда мы говорим про творчество аутсайдеров, и здесь я как исследователь, который занимается этим феноменом уже больше 10 лет, могу сказать, что важно изучать творчество аутсайдеров комплексно, потому что они сами не расчленяют эту деятельность на какие-то отдельные аспекты. И более того, в случае с феноменами аутсайдерского творчества, это генерация некоторой второй реальности, в которой они функционируют. Как, например, Генри Дарджер работает десятилетиями уборщиком в больнице, но его истинная жизнь, истинная реальность раскрывается в текстах, конструируется через вот эти вот миры, визуализируемые им и так далее. И, собственно, учитывая, что очень многие аутсайдеры имеют опыт ментальных, имеют ментальные особенности, имеют визионерский опыт, например, то, соответственно, мир истинный, в котором они существуют, это мир, который ими конструируется, и мир, который нуждается и в перформативности, например, в определенных процедурах, ритуалах, практиках, мир, который нуждается в тексте, в некотором описании этого бытия, в визуализации этих историй. И это творчество аутсайдеров невозможно как бы сепарировать на элементы, например, музыкальные, перформативные и так далее. Это то, что должно собираться в комплексе. Вот как раз те случаи, например, музеификация аутсайдерского творчества, которое мы видим, ну, к примеру, в контексте Генри Дарджера, когда музеифицируется и пространство его жизни, комната Генри Дарджера в Чикаго, музеифицированное пространство, музеифицируются его тексты, это и изображение, акварели, это вот тот самый верный путь как бы формирования представлений о наследии. И здесь я, со своей стороны, достаточно много работаю с разными музеями, как бы передовая произведения аутсайдеров, например, и всегда пытаюсь передать произведения вместе с текстами, потому что это, ну, неотъемлемая часть, аспект важный для интерпретации. И если говорить о примерах, то их, на самом деле, очень много. Вот фактически любую такую комплексную историю аутсайдера можно взять и увидеть, что это комплекс высказываний. Например, Адольф Вольфли, один из самых известных таких исторически описанных аутсайдеров, Вальтером Маргенталером, делает, пишет тексты, делает изображения, пишет ноты и так далее. То есть это фактически распространенная очень ситуация. Кто-то перформативные практики использует. По поводу того, к первому вопросу, как же описывают сами себя, вот в данном случае Валерий Щекалов, о котором речь шла, не описывает себя с позиции искусства. Это на самом деле очень не то чтобы вторичный для него вопрос, вопрос, который его не занимает, его занимает тема, связанная с жизнью души, с истинным предназначением. И вот эта идентификация, условно говоря, с позиции какого-то формального функционирования и для Щекалова совершенно не представляет интереса, как и для многих аутсайдеров. Они себя не мыслят обычно через категории искусства. И третий вопрос. Третий вопрос. Остались ли воспоминания у Щекалова? Воспоминания. Спасибо, да. На самом деле я брала несколько исследовательских интервью у этого художника, и в случае с аутсайдерами очень тяжело сконструировать истинную историю, потому что здесь соединяются часто аспекты, связанные, например, с специфическим самопозиционированием. Это тоже очень распространенный аспект особенностей психологические, опыт, например, клинической смерти и так далее, который тоже для него основополагающий. Поэтому, да, воспоминания собираются, но они у аутсайдеров часто такие специфические, визионерские. Это можно по многим историям увидеть. Спасибо. У нас был еще один вопрос. Спасибо большое. Если он потом, да? Да, я. Хорошо, спасибо.